Германия вновь запела по-русски. После оглушительного успеха шамана немцы влюбились в новую звезду российской эстрады Татьяну Куртукову с песней «Матушка». Немцы признались, что более патриотичной песни они еще не слышали. Еще не успели отгреметь на родине Баха. Суперхиты Ярослава Дронова, как новая, не менее драйвовая песня, все чаще стала играть в проезжающих машинах на улицах Германии. Татьяна Куртукова уже давно покорила российского слушателя, а сейчас, пусть и с небольшим запозданием, ее песня «Матушка» словно пол вонзилась в сердца простых немцев. Стоит отметить, что первыми, кто открыл хит Татьяны Куртуковой, стали русские, проживающие в Германии. «Когда я слышу эту песню, я словно возвращаюсь домой, к своим близким и родным местам», делясь своими переживаниями Наталья, проживающая в Германии уже более 10 лет. Татьяна смогла передать то, что многие из нас ощущают, находясь далеко от родной земли, добавила Наталья. Да, ностальгия по своей исторической родине действительно внесла свою значимую лепту. Однако «Матушка» не только нашла отклик в сердцах русскоязычных жителей Германии. Коренные немцы, услышав запоминающийся мотив песни, все чаще начали интересоваться, кто же исполняет эту заводную композицию. Музыка Татьяны привлекает своей искренностью, энергией и неповторимым колоритом, что делает ее понятной и близкой людям, независимо от их национальности. «Эту песню мне впервые включил мой русский друг, и меня сразу породила ее уникальность. Это нечто совершенно новое и невероятно эмоциональное», признается Томас, студент из Мюхена. «Я начал увлекаться русской эстрадой с песней «Шамана, я русский». Она тогда играла везде, и сложно было ее пропустить мимо ушей. «А сейчас, послушав песню «Матушка», я понимаю, что успех русских патриотичных песен не случайен. Там действительно умеют делать настоящие хиты, трогающие сердца», добавил Томас. Немецкие блогеры в социальных сетях, таких как ТикТок, также присоединились к хороводу положительных отзывов. Пользовательница Анализа Мьюзик, имеющая более миллиона подписчиков, записала свою кавер-версию песню. «Я не говорю по-русски, но эта песня трогает меня до глубины души. Она потрясающая», добавила Анна в описании к своему видео. Но не всем понравилась песня Татьяны Куртуковой. В социальных сетях некоторых иностранцев буквально разрывала от злости. «Мы только отделались от песен «Шамана», а тут появилась она. «Вам что, больше слушать нечего?» – пишут недовольные пользователи сети. Что ж, вот уж действительно, для одних святая Русь, а для других – занозонька. Всех негативных комментариев мы зачитывать не будем, скажем лишь одно. Чем популярнее становится артист, тем больше у него хейтеров. Так что это абсолютно нормально. Обратим внимание на восторженные отклики простых немцев, потому что их абсолютное большинство. Что ж, Татьяна повторила успех «Шамана», а по мнению некоторых, даже превзошла его. Еще об одной российской артистке заговорили за пределами ее родины. А это говорит о том, что они на верном пути. Вот такие новости, уважаемые зрители нашего канала. Что вы думаете по этому поводу? Приглашаем вас в комментарии, ведь мы уверены, вам есть что сказать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!